В тот страшный день земля рванула в небо, от грохота застыла в жилах кровь. Июнь цветастый сразу канул в небо, и смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь. В преддверии Дня Победы сотрудники Дома культуры решили провести онлайн-конкурс чтецов «Величие Победы в наших сердцах». Для взрослых это повод вспомнить стихи о войне, а для детей — выучить и познакомиться ближе с нашей историей. Подобный формат конкурса даёт возможность поучаствовать каждому, независимо от места проживания, а также тем людям, которые боятся выступать на сцене. Мы отберём лучших из лучших, мы учредим приз зрительских симпатий, мы подробности все осветим в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Отправить своё видео любой желающий может до 20 апреля. В данный момент участие в конкурсе принимают около 30 человек. 21 выступление уже можно посмотреть в социальных сетях Дома культуры. «Никто не забыт и ничто не забыт. На все поколения и все времена. С единами живших и кровью убитых. Оплачена страшная эта война». С 21 апреля мы продолжим публиковать ролики, стихи, которые нам присылают, но уже в это время жюри будет принимать решение. Среди жюри конкурса руководитель театральной студии «Маска» Ирина Гончарова и заслуженный работник культуры Московской области Лариса Гейлис. Их коллективы не раз выступали на сцене Дома культуры и давно завоевали любовь зрителей. Имена победителей конкурса станут известны 25 апреля. По поводу получения призов с ними свяжутся сотрудники Дома культуры. «Придумаем либо доставку, либо дождемся уже окончания нашей самоизоляции, нашей творческой самоизоляции и, собственно, передадим из рук в руки». Александра Столярова, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин